Чебоксары с 500-метровой высоты. Испанский архитектор Хосе Осибилия увидел столицу Чувашия из иллюминаторов вертолета. Один из крупнейших в мире специалистов по градостроительству во второй раз приехал к нам, чтобы поделиться своими мыслями и предварительным проектом по поводу реконструкции парков, набережной, залива и частично центра города. Напомню, что первое знакомство испанца с нашей столицей состоялось в октябре прошлого года. Галина Титарчук и Андрей Шоклев узнали, что понравилось Хосе Осибилия в Чебоксарах и что он предлагает изменить. Все время, пока вертолет кружил над городом, профессор Хосе Осибилия не отрывал сосредоточенный взгляд от иллюминатора. В течение получасовой прогулки гость увидел новоюжные, северо-западные и юго-западные районы, но более всего задержал свое внимание на Красной площади и заливе. Центр Чебоксар нуждается в развитии. Главная мысль архитектора – сюда можно и нужно вдохнуть жизнь. Сделать это легко, если построить вдоль набережной пяти-шестиэтажные дома, проложить пешеходные дорожки, обустроить спортивные центры. В последних, кстати, город заинтересован больше всего. Спортивные мероприятия много, спортивные по легкой атлетике, по ходьбе. Здесь соревнования проходят, чтобы именно создавать условия для спортсменов. Здесь должны быть раздевалки, здесь должны быть душевые комнаты, здесь должны быть прокат спортивного инвентаря. По проекту архитектора Осибилии вот на этом месте должен появиться еще один пешеходный мост, который соединит певческое поле с президентским бульваром. Фонтан придется перенести, как и само певческое поле. Но пока это лишь планы, нарисованные на бумаге. И чебоксарские городостроители все предложения принимают на вооружение. Один из главных вопросов, который нужно решить прежде всего, по словам Хосе Сабилья, это обеспечить свободный доступ горожан к заливу. Мы сегодня имеем воду, но к ней нет близкого доступа к этой воде. Если смотреть про развитие концептуальное, максимальный доступ населения к воде. У нас очень красивый залив, зеленая ландшафтная зона, которой не хотелось бы какими неправильными или преждевременными решениями нанести ущерб тому, что уже есть. Пока чебоксарцам и гостям столицы приходится самим прокладывать себе так называемые козьи тропки, чтобы добраться до воды и фонтанов. Вся территория по улице Константина Иванова тоже будет перестроена. Испанский взгляд на этот район чебоксарские архитекторы пока не совсем разделяют. Площадь перед Чувашским театром тоже должна видоизмениться. По мнению профессора, на площадке возле памятника Иванову вполне мог бы уместиться павильон с мастерскими, где могли бы работать артисты и актеры. К примеру, есть страны, где на таком же пятачке умещаются целые театры. Все предложения ведущие городские архитекторы приняли. До конца октября у них будет время на то, чтобы внести коррективы в эскиз. Профессор Хосе Ассибилия, в свою очередь, также займется доработкой. С новым проектом он обещал приехать в Чубоксары в самое ближайшее время. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.